СПЕРМАТОЗОИД Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, с вами Вячеслав Котляров. В Харькове, 0 часов 19 минут, 04.09.2016 года. Но после такого ролика сложно что-то добавить. Все красноречиво говорит за себя. Единственное, что может поерничать над моими недоброжелателями и вывести теорию. Сейчас я теорию озвучу. В основном я всегда говорю истинное положение вещей. А сейчас у меня теория. То есть предположительно люди, которые относятся критически к сотовому мироустройству и принимают модель кругленького мира, плоского мира, внутреннего мира. Предположительно они не имеют никакого отношения к сотовым людям. То есть их эмбрион был у кого-то плоский, у кого-то кругленький, у кого-то вообще полый. Вот. Ну это такая шутка юмора. Все красноречиво и наглядно говорит за себя. Если, как говорится, в таких мелочах мир сотовый, то, как говорится, что вверху, то и внизу. Что внизу, то и вверху. Ну, кстати, недавно решил послушать сказки Шахерезады «Тысяча и одна ночь». И как бы раньше это понимал, но не придавал особого значения к персонажу Симбад-мореход. А сейчас как-то задумался. Дело в том, что получается Симбад и Одиссей это один и тот же человек. Только придуманный, один был придуманный для греческой мифологии. А для другой мифологии Востока. На самом деле это совсем был другой человек. Но главное в этом человеке было другое. То, что если изучить его путешествия, то мир, по которому он путешествовал, слишком огромен для нашей соты. Вы же помните, где он только не бывал, кого он только не встречал. Поэтому Симбад-Одиссей, или Одиссей-Симбад, путешествовал по соседним сотам. И подробно, как говорится, нам это все сообщается в книгах. Где он был, кого видел. Можете сравнить эти два произведения, они практически идентичны. Ну, за мелким исключением, естественно, старались сделать различия. Спросили за Джорджа Каваси-Ласа и Дэвида Айка. Ну, Дэвида Айка я вообще много переслушал. Наверное, практически все, что есть. Джорджа не изучал, так мельком пробежал. Мне же иногда достаточно 2-3 фразы, чтобы понять, в каком направлении человек движется. Значит, если в двух словах, то и в том и том случае это вброс от темных. Да, многие вещи, они, конечно, правильно озвучивают, но дело в том, что там надо всегда находить вот эту ложь, которую тщательно скрывают. То есть, они говорят, говорят, допустим, истинное положение вещей местами. А потом, когда человек уже принимает их информацию, они уже начинают... Причем не сознательно, они искренне верят в то, что они хотят спасти мир. Вот, поэтому это вброс от темных. Просто видите, как у нас там получается много лекторов, а предположительно на других, так сказать, территориях не так уж много. Вот Дэвид Айк, там, допустим, для англоязычных слушателей. Там Джордж, скорее всего, там, судя по фамилии, для испаноязычных слушателей. Вообще, если откровенно говоря, вот куда ни ткни все от темных. Я вот с этим же сайтом Асгард интересно было, что же, что человек так огорчился. Мне потом подсказали, что он пошутил. Так я тоже пошутил в ролике. Ну, извините, что не включил. Знаете, как-то сейчас модно включать. Это смех. Это, наверное, смех, это пришел от англичан. Англичане не знают, когда смеяться. Это шоу этого, скорее всего, бы нехило было. Смех, наверное, впервые добавили. То есть, когда смеяться никто не знает, но смех включает. И англичане, а, тут смешно. И нас уже, скажем так, подвели к тому, что надо включать смех. Всевозможных там шоу и так далее. Бросы, бросы. Вот Асгард вот огорчился. Да, я пошутил. Может, неудачно, но ничего страшного. Чтоб человек успокоится, пускай зайдет под самый мой первый ролик. Луна дала ответ на моем первом канале. И почитает комментарии, и успокоится, что мне там пишут. А я ж могу серьезно вопрос задать. То есть, человек качественно скрывает, откуда он получил информацию. Вот эти, скажем так, исследователи, они почему-то всегда втайне держат источник. Вы вот спросите у автора глубинной книги, где он взял информацию. Он же вам тоже не скажет. А вообще, вот, я ж говорю, просто, как говорится, дьявол кроется в мелочах. Вот в глубинной книге, какой там сразу, что кидается в глаза. То, что женщины искусственные, они вред для человечества и так далее. Меня, кстати, часто спрашивают. В глубинной книге пишется, что женщины это искусственные. Да, женщины есть искусственные, есть искусственные мужчины. Только к нам они никакого отношения к потомкам великой расы не имеют. Великую расу, вот мне тоже подсказывают, ты говори человечество. Нет, я буду говорить великая раса. Великая раса это у кого есть совесть, душа, у кого есть сострадание, у кого есть отзывчивость, понимание, сердечность, сердоболие. У искусственных народов только как кого обмешурить, объегорить и нажиться, все. У них такого, даже они не знают такого слова совесть. Поэтому, кого силаса, айк, это все от темных брос. Да, ну пускай они там говорят, что-то там толковое местами, но в целом-то куда они ведут, вот что важно. Я, к сожалению, не рассчитывал писать много в данном случае. Хотел просто показать вот этот ролик и сообщить, что мы при рождении тоже сотовые. Видите, немножко добавил информацию. Тоже вот пишут, что много воды и иногда только в ролике крупится. Так это для тех людей, которые слушают много лекторов и меня последние 4 месяца слушают, поэтому иногда крупится. А вы вот поставьте человеку неподготовленному этот ролик. Да он вообще ничего не поймет, вообще ничего не поймет. Вообще, для него все будет новое. Мне приходится ориентироваться на всех. Но больше я вам скажу честно, я упор делаю на добрых людей, которые положительно ко мне относятся. Вот, которым интересно любую мою мысль услышать, наблюдение. Мне уже много писем написали, что человекам, людям не нужно доказательств. Все. Доказательства нужны, так я понимаю, те, кто с яйцеклетки плоской появился, круглой. А мы, те, которые сотовые яйцеклетки появились, нам доказательства не нужны. Мы и так знаем по умолчанию, что наш мир сотовый. Ну, по финалу ролика небольшой бонус такой, развлекушка, так сказать, машина вообще, колеса машины не имеют никакой металлической споруды. И наглядно показано, что соты выдерживают любую нагрузку. Я с вами надолго не прощаюсь. Благодарю, что слушаете меня, слышали меня. Всего вам доброго. И большое спасибо вам за ваше ко мне внимание. С вами был Вячеслав Котляров. До свидания.